В Белгороде говорили о развитии общественного самоуправления. Этот вопрос стал одним из основных в повестке дня заседания общественного совета при коллегии местного самоуправления. Обсудили и план проведения новогодних и рождественских мероприятий. Уходящий 2015 год стал еще одной вехой активного развития общественного самоуправления. В областном центре было создано 124 ТОС. В конкурсе «Наш Белгород. Наша инициатива» вручили 20 премий за лучшие идеи жителей по развитию окружающей среды. В этом году Белгородское земское собрание провело масштабную акцию «Пока мы помним, мы живем». Благодаря ей удалось установить памятник горожанам, не вернувшимся с войны, а также собрать средства на ремонт квартир ветеранам Великой Отечественной. Кроме того, в 2015-м после обсуждения трудовыми коллективами была принята декларация «Мы белгородцы». В следующем году планируется продолжить работу по развитию общественного самоуправления. Важным шагом станет реализация проекта «Активный горожанин». Удача проекта «Активный горожанин» действительно состоит в том, чтобы каждый человек, имеет он доступ к интернету, не имеет он доступа к интернету, участвует он в общественном совете или же не участвует в общественном совете, через ТОСы, через советы территорий, через проведение конкурса инициатив, через интернет мог подать свое предложение по улучшению жизни в городе Белгороде, свою заявку, свою инициативу высказать. Говорили на заседании общественного совета при коллегии местного самоуправления и о новогодних мероприятиях. Так, после 1 января несколько раз в день на площади будут проходить утренники для детей. 4 января в Драматическом театре состоится губернаторская елка, 6 января – елка мэра в Кукольном театре. Будет организован цикл спортивных состязаний. Рождество белгородцы встретят молебным на Соборной площади, концертом и представлением у елки. Также в новогодние каникулы организуют сразу несколько конкурсов. Управлением молодежной политики в период новогодних праздников будут организованы и проведены конкурсы на лучшее новогоднее оформление окна, лучшего снеговика, конкурс на лучшую елочную игрушку. Для работающей молодежи будет организован костюмированный новогодний бал на льду. Для детей и подростков спортивно-развлекательный праздник «Поймай позитив». На заседании чествовали членов городского шансовета. Самым деятельным его представительницам вручили почетные грамоты областного совета женщин. Поздравила награжденных заместитель председателя горсовета Единоросла Лариса Гончарова. Каждая из вас – это эталон для подражания, это образец гражданской активности. Я вам искренне желаю бодрости духа, наикрепчайшего здоровья, сохранить свой задор еще на долгие-долгие годы, работать на благо города и его горожан и получать полное признание от своей деятельности. Также в ходе заседания собравшиеся обсудили работу общественной палаты области. Ксения Семенова, Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.